Продолжаю изучать язык программирования C-Sharp. На примере OpenGL подключаю OpenGL, рассказал OpenTK и немножко опишу программу. Сперва запущу. Здесь как бы точки, есть колесико прокрутки, чтобы поворачивать камеру. То есть удаляемся от точки наблюдения и можно поворачивать камеру вправо-влево, вверх-вниз. Такая заготовка. Сейчас я ее опишу. А вообще ссылка на исходник будет под видео. Здесь в начале идет описание цвета точки RGB. В отличие от явы везде нужно прописывать вот это. Публик, иначе доступа не будет к внутренним переменам. Ну, трехмерные точки, целочисленные с плавающими цифрами, целочисленные, трехмерные, двухмерные. Вот тут все написано. Дальше. Описание координат в игровом мире, локальные, реальные и экранные координаты. Экранные, получается, сперва из локальных вычисляем реальные в игровом мире, потом экранные. Целочисленные. Из них получается в сплавающей точке экранный координат, в которой уже OpenGL вырисовывается. Вот так описывается конструктор на C-Sharp. Обязательно публик тоже нужно писать. И во время создания этой структуры сразу же создаются вложенные под структуры. Вот как-то так. Дальше смотрим. Ну и описание самой точки. Уникальный идентификатор точки, цвет точки и координаты точки. Ну и конструктор опять же. Создаем экземпляр класса во время создания данной структуры. То есть, для все внутренние вещи, которые есть, перемены, вот это, вот это, тоже создаются так. Идут дальше константы. Массив с точками. Вот он. Максимальное количество, какое может быть точек. Реальное количество, которое есть. Координаты мышки в настоящий момент, в предыдущий момент. То есть, нужно знать, где была она же, та мышка. Чтобы можно было поворачивать камеру, когда по экрану нажимаешь. Потом настоящий угол обзора, предыдущий угол обзора по оси Х, по оси Y, по оси Z. И делитель константа. И единица. Так как в OpenGL координаты от минус одного до единицы, а координаты точек я задаю целочисленными значениями, то, соответственно, единицу надо делить на 100, чтобы получить размер одного деления при прорисовке. Генерация случайных чисел на оси Sharp делается вот таким специфическим способом. То есть, создается, я так понял, экземпляр класса Random. И из него уже достаются числа вот такой команды Next. То есть, здесь как будто бы уже создана какая-то, видимо, случайная комбинация. А из нее уже просто извлекаются числа либо с плавающей точкой, либо без плавающей. То есть, по-разному может быть. Ну и эта функция используется при генерации точек для генерации координат точек. Локальных, целочисленных. Ну и, соответственно, идет автонумерация уникальными айдишниками. Потом есть функция угол тут, как бы простенькая. Ей передаются два значения, x и y, целочисленные. Ref означает, что они будут изменяться. То есть, здесь не будут создаваться копии этих переменных. Здесь делю на делитель. Ну, это чтобы, когда возводишь квадрат, переполнения не было. Ну, чуть-чуть увеличить, так сказать, возможности по вычислениям. Ну, такая самодельная функция. Указывается угол в градусах, в обычных. То есть, например, если... Есть некая координатная ось. Вот x, y. И координаты некой точки x и y. И указываю в градусах угол. Если плюсовой, значит, в эту сторону идет. Здесь где-то 180, наверное, в градусах примерно. И так далее. Здесь 360. Можно написать больше 360. Просто она будет вот так, как бы, поворачиваться. Если число минусовое, соответственно, то в обратную сторону. Наоборот, с этой стороны вот так измеряться будет в градусах. Вот такая функция. И то есть, она изменяет координаты x и y. Сдаются координаты. Указывается угол. И возвращаются в этих же x, y. Уже повернуты на сколько-то градусов. Координаты x и y. Так, что тут еще? А, ну дальше уже идет тело самой программы. Здесь идет генерация точек. Вот функция добавить точку, которую я рассказывал. Там генерируется координаты и уникальный идентификатор. 333 точки. Запускается игровой процесс. Внутри которого я беру локальные координаты, перемещаю их в реальные. Потом реальные координаты поворачиваю по осям. Соответственно, вверх-вниз, вправо-влево. В зависимости от того, какой угол обзора. И умножаю на единицу. То есть, данные целочисленные координаты перевожу в координаты с плавающей точкой. Прибавляю колесо прокрутки. Насколько продвинуто. Чтобы можно было удалять, приближать камеру. И вырисовываю вертексом, командой. Ну и потом слаб-буфер. Вывод кадра на экран. Здесь, соответственно, N, Mouse, X. Настоящие координаты мышки, которые в данный момент постоянно сюда записываются. Координаты мышки. Есть предыдущие координаты мышки, которые срабатывают, когда нажита левая кнопка мыши. Ну и, соответственно, если нажится левая кнопка мыши, то устанавливается флаг, что камера двигается. И если камера двигается, тогда новые углы обзора вычисляются путем сложения предыдущего угла обзора. Плюс разницу в смещении между новой координатой мышки и предыдущей. Вот такая простенькая программа. Исходник я выложу, ссылку на страницу, где уже исходник просто как бы в виде текста. Вот такая нехитрая программа. Всем спасибо. До следующего видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok